Приветствую вас, дорогие мои. Я Сейкер. На Хэллоуин довелось услышать интересную историю, которой сейчас я с вами и поделюсь. Айрис Дарк было тепло и уютно, а изнутри её грело смутное чувство завершённого дела. Потягивая горячее какао, она глядела на тускло светящийся экран. За окном лил дождь. Было пасмурно. Солнце едва пробивало облака. Купить квартиру в деловом центре Лондона было дорого. Очень дорого. Но алгоритмические торговые системы работают так, что миллисекундное колебание рынка делает разницу между заработанной сотней долларов и тысячей. Важнее всего в этой системе было малое время задержки. Лондонская биржа, если вдаваться в подробности, работала на платформе Millennium Exchange. Так что транзакции в пределах рынка занимали меньше миллисекунды. Находясь в непосредственной близости от серверов, её программы могли продавать и покупать акции почти мгновенно. Если система сработает, а у Iris не было ни единого аргумента, почему она не должна сработать, то она станет замечать тенденции рынка за очень малые промежутки времени и приносить прибыль, покупая акции в больших объёмах и тут же перепродавая их. Так, например, небольшое повышение курса акций одной из компаний, занимающихся электроникой, как правило, вело к небольшому проседанию курса остальных компаний, работающих в той же сфере. Отслеживание этих зависимостей, а не отдельных курсов, делало систему более полноценной и функциональной. Она не занималась моделированием курсов акций в тот или иной момент времени, не отслеживала даже зависящие от курсов показатели. В системе были более интересны краткосрочные изменения во внутрирыночной торговле. Ими она и пользовалась для извлечения прибыли. Айрис не очень-то любила общаться с людьми, но такая наивная прозрачность была по душе инвесторам, вложившимся в её проект. В презентационном пакете для её системы было три неопубликованных, но прошедших экспертную оценку научных статьи о подслеживании курса рынка. Пол сотни страниц выходных данных системы и графики, сослеживающие системы, работающие в малом масштабе. На последней странице было выведено «Благодарю за внимание». Инвесторы все как один не понимали в её математике и методологии, но красивые графики растущих доходов были им очень по душе. Айрис нажала «Контрол» плюс «Ф7». Среда разработки начала компиляцию кода на «Си» в формат, пригодный для программирования FPGA. Встав с кресла, она подошла к картонной коробке, стоявшей в углу комнаты. Достала из кармана канцелярский нож, разрезала упаковочную ленту и открыла коробку. Внутри лежали макетные платы Altera Stratix V без упаковок, россыпью. От такой безалаберности упаковщика у Айрис задергался глаз, но она решила не обращать на это внимания. Stratix'ы шли по несколько тысяч фунтов за плату, и оптовая закупка такой коробки у производителя обошлась бы в 10 раз дороже квартиры. Однако, на Амазон нашлась небольшая фирма, которая брала по сотне фунтов за плату при оптовой закупке. Система Айрис выполняла параллельные вычисления. Опыт был как раз тем, что надо, и Айрис с радостью пошла на сделку. Компьютер бибикнул, сообщая о завершении компиляции. Айрис наугад извлекла плату из коробки, подошла к компьютеру и подключила ее через USB кабель. Плата замигала красными и зелеными лампочками. Питание она определенно получала, но компьютер не мог распознать подключенное оборудование. В сети, на сайте производителя, нашлись нужные драйверы, которые Айрис и поставила. Еще один гудок, и система распознала плату. Айрис запустила установку и нажала несколько кнопок, чтобы отправить прошивку на плату. Последнее нажатие кнопки подтверждения обрадовало ее сообщением. Неверное подключение платы. Код 59277402. Твою мать! Айрис снова полезла в сеть в поисках кода ошибки. Естественно, от техподдержки не было никакого толку. Возможно, дело было в кабеле. Айрис воткнула новый. Снова потребовалось долго и упорно устанавливать связь. Пока опять не появилось. Неверное подключение платы. Код 59277402. Твою мать! В досаде Айрис подошла к коробке, выудила еще три платы и разложила у компьютера. Подключила все три поочередно. Бестолку. Не больше пользы было и от переустановки драйверов. Единственным разумным объяснением было то, что ей продали коробку битого железа. Айрис поднялась, пошарила в коробке на предмет какого-нибудь обратного адреса или номера техподдержки. Руки коснулась какая-то грубая бумажка, которую Айрис и извлекла. Безыскусный прямоугольник голубой бумаги, на котором слегка размазанными черными чернилами было написано. Молитесь о лучшем оборудовании? Не тому вы богу молитесь! Разбитая технолавка Растриги, Лондон, Ислингтон, Лоунтон Лейн, дом 27B, 020-8287-81-18. Разбитая, это точно. По телефонному номеру трубку поднял автоответчик. Грубый голос с акцентом кокни отторабанил часы работы и пожелание позвонить позднее, что было весьма странно, учитывая, что звонок был сделан как раз в рабочее время, и лавка должна была быть открыта. Айрис достала зонтик и вышла под дождь, рассовав по карманам три неисправных платы в качестве доказательства. Идти от новой квартиры было недолго. Всего одна пересадка на автобусе и от остановки несколько кварталов. Подойдя к зданию, Айрис поежилась. Похоже, в названии разбитой технолавки крылся двойной смысл, и само здание видало лучшие дни, и технику там продавали поломанную. Деревянный фасад был ярко раскрашен, но гидроизоляцией никто явно не озаботился. Капающий дождь стекался в ярко-оранжевые и желтые лужи. Айрис взялась за ручку и открыла дверь. Первым по ощущениям ударил запах. Было непонятно, какой. Казалось, в воздухе витает странная смесь лаванды, жареного арахиса, кофе и сыра. Чтобы разобрать этот набор странных запахов на составляющие, ушла пара секунд. Второй по ощущениям ударила обстановка. Судя по фасаду, внутри должна была бы царить разруха. Но кругом мерцали синие и зеленые светодиоды. А пол и потолок были обиты грубо шлифованным металлом. Стены были сплошь увешаны полками с разнообразной электроникой. А возле двери стояла корзина с уцененкой. Где роз с цепью лежали разбери пай и крошки ординой. В такой лавке Айрис с удовольствием покупала бы железо. Лишь бы оно работало. Последним, что привлекло ее внимание, оказался дородный мужчина за стойкой. Наверное, тот самый Растрига. Длинные черные волосы. Не менее длинная борода. Перевязанная полосками светящихся красных и желтых светодиодов. Казалось, что лицо Растриги постоянно освещают снизу отблески огня. А может быть дело было в курительной трубке, которую он поспешно упрятал под стол при появлении Айрис. От неожиданного появления гостей он закашлялся. Вместо правой руки у него был роботизированный протез. Тоже весьма интересно. Осмыслив все это, Айрис подошла к стойке и завела беседу. Я купила у вас несколько плат FPGA. Они не работают. Растрига, едва успев прокашляться, взглянул на девушку. Каких это плат? От его акцента Айрис скривилась. FPGA. Чё? Программируемые вентильные матрицы. Вентильные? Сантехникой не торгуем, деваха. Вентильные. Матрицы. Такие. Каждое слово Айрис подкрепила, выложив на стойку все три сбойные платы. Приобрела их у вас. Платы Stratix vs 100 штук. Они не работают. Дайте мне рабочие или оформите возврат. Ну ладно, ладно. Расслабь булки. Уж и пошутить-то нельзя. Дай взглянуть чё как. Скрестив руки на груди, Айрис наблюдала, как продавец осматривает платы. Смотрел он их бережно и тщательно, не торопясь. Повреждений нет, это точно. Но не работают. Платы, наверное, не в порядке. Купи новый кабель. Вот у меня тут есть на продажу кабели, это... Дело не в коммутации. Сами платы не работают. Это, у меня денег на возврат не хватит, а в запасе таких не осталось. Честное слово, не ожидал, что кто-то завалится и потребует возврат. А я вот явилась. А ты вот явилась, это точно. Знаешь чё, есть тут у меня кое-какие платы, может тебе и сгодятся. Они тебе зачем нужны? Параллельные вычисления, массовые. Отлично, есть у меня тут кое-чё, сгодится тебе на замену. Дам-ка я тебе костяной стояк. Пауза длилась ровно 4,87 секунды. Это что, попытка склонить к сожительству? Не, деваха, ща покажу, чё это такое. Знаешь, я вообще видеть твой стояк не хочу. Растрига нашарил что-то под столом и с гулким стуком водрузил свою находку на стойку. Вот это, костяной стояк. Означенный стояк оказался не эфемизмом, а чем-то похожим на стоечный сервер, сделанный из кости. С торцов располагались различные штырьки и порты. По поверхности медленно пульсировали тусклые огоньки. Айрис взяла стояк, повертела в руках, рассмотрела со всех сторон. Устройство было легче, чем она ожидала, но было довольно увесистым. И, подобно гироскопу, сопротивлялась попыткам сдвинуть его с места. Продолжая рассматривать устройство, Айрис заявила. Вот как. Ну, ладно. Это оборудование не очень похоже, что оно соответствует стандартам. Эй, не начинай. Я ж не еретик какой. Костя, что же программить можно? Сечёшь? Как там было сказано? Включи. Настройся. Выпадай. Забивай. Лысого гоняй. Ну, ты поняла. А без места последние две вещи никак не сделать. Это очень, очень исковерканная цитата из Тима Лири. Неа, так в Библии сказано. Неважно. Этот стояк, мне нужны характеристики. Частота, память, все подробности. Да шоб я знал. Пара терагерц или чё-то вроде. Рамы может пара сотен гиг. Айрис оторвала скептический взгляд от устройства. Это что, шутки? Не, не, ты смотри, кость, она же не металл. Нет никаких наводок, ничего такого. Разгонять можно, сколько душе угодно. А внутри у него сердечные клетки, как накопитель. Это точно, мышечная память. Айрис посмотрела на него без всякого выражения. Растрига почесал подбородок. Увитая светодиодами, борода затряслась. Годится, деваха? Всё это от первого до последнего слова полный бред. Естественно, как выяснилось, слова продавца не были полным бредом. Айрис Дарк посчастливилась наткнуться на самое мощное вычислительное оборудование на планете. Было почти что совестно нагружать его работой по добыванию презренного металла. Почти что. Айрис приобрела все чудесные ящики, которые были у Растриги на складе. Все четыре. Несколько дней ушло на адаптацию кода под новую платформу. С таким невероятным повышением тактовой частоты, каждый модуль мог выполнять работу, которой хватило бы на несколько тысяч плат Stratix. Модули казались идеальными. И даже по питанию потребляли не больше тостера. Поэтому всю следующую неделю она провела у себя в квартире, занимаясь переработкой системы. Программа была создана для распределенных сетей. И изменения были значительными. Проект поглощал её целиком. А с полностью забитым холодильником выходить из квартиры не было резона. Поэтому даже 25 июня она не прочитала ни одно из этих писем. Получателю Айрис, дар к госпоже. Вы были назначены притязателем в данный момент от следовательно к безотлагательно из многих есть к. Посредством безотлагательно, следовательно в прямом и непосредственном темы обсуждения в некоторые рациональные наследия компании Marshall, Carter и Dark Limited. Суть являюсь пожеланием ко многим потребления из сбор 26 июня из места проживателей. Снисходительный за непонятное, по этой причине отдельное сообщение от возникающего от Персиваля Дарка в состоянии без неподобающая частица. A7TA X-Day единого коллектива Эйдалонов. Глубина за непонятное. Получателю Айрис, дар к госпоже. Просьба в многое время Сэм. Первое письмо. Отвязный от сбор в 26 июня. Непроизвольное потребление. Да, из места проживателей. Просьба прочесть и благодарим. Неподобающая частица. A7TA X-Day единого коллектива Эйдалонов. Глубина за непонятное. Получателю Айрис, дар к госпоже. Есть третье письмо. Просьба являюсь многое время. Транспараллельная квадратура. Нейтральная аллегория. Сбор в 26 июня. Понятное потребление. Да, из мест проживателей. Значение обязательно. Значение обязательно. Неподобающая частица. A7TA X-Day единого коллектива Эйдалонов. Глубина за непонятное. Получателю Айрис, дар к госпоже. Завещание. Незамедлительное получение. Ввиду неврежения сего июня. Неподобающая частица. A7TA X-Day единого коллектива Эйдалонов. Глубина за непонятное. Айрис услышала стук в дверь. Она сморгнула пару раз. Протерла уставшие глаза. Определенно, гостей она не ждала. Но она уже несколько дней не вылезала из комнаты. Должно быть сосед. Или что-нибудь подобное. На стук она решила не обращать внимания. Но стук не утихал. Первую минуту Айрис было некомфортно. После пятой ей было непонятно. А когда прошел час, а стук все продолжался. Ей, по понятным причинам, стало не по себе. Со вздохом она запустила компиляцию и пошла к двери. В глазок она увидела безликое, но достаточно точное подобие человека. Которая стучала в дверь в жутковато неизменном ритме. Сердце Айрис забилось быстрее. Деловой костюм. Безликая голова. Об этом ей доводилось слышать. Не поворачиваясь, она сделала шаг назад. Стараясь дышать ровно. За дверью стоял гребаный слендер.